Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-региону. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. 2015 год под знаком 70-летия Великой Победы. Как сделать главный праздник года масштабным и запоминающимся, обсудили в администрации Анапы. Особую тактильную плитку укладывают на улице Крымской. На курорте реализуется программа «Доступная среда». 19 января Православная Церковь отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне. А сейчас обо всем подробнее. 9 мая 2015 года – дата, наполненная особым смыслом. 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Анапе праздник должен стать одним из самых запоминающихся за последние годы. Ярких и интересных идей очень много. Для их реализации надо объединить усилия всех городских служб, подчеркивает мэр Анапы. О подготовке к юбилею Победы говорили в оргкомитете в администрации. Реконструкция памятных мест, благоустройство и оформление скверов и центральных улиц в едином праздничном стиле, встреча с ветеранами и подготовка сценария празднования юбилея Великой Победы – разговор на эту главную тему года состоялся подробный и обстоятельный. Не ученых мелочей остаться не должно, вычеркнул глава города. Мы должны устроить грандиозный праздник, потому что это замечательная дата, это серьезная дата. И стариков у нас не очень много уже, к сожалению, осталось участников войны. Мы должны каждому из них достучаться и прийти. Я от каждого из вас жду полной отдачи в этом вопросе. Единая концепция праздничных мероприятий сформирована. Готовятся новые тетрализованные постановки и военные реконструкции, шьются костюмы и разрабатываются новые маршруты для привычных праздничных действий. Так, например, участники оргкомитета обсудили идею переноса марш-парада воинских частей Анапского гарнизона с театральной площади на улицу Ленина к стеле города воинской славы. У нас все наши знаки, и стела города воинской славы, и памятники, все на улице Ленин. И условия там есть. Поменяют маршруты факельное шествие. В этом году оно пройдет по переулку Кордонному проспекту революции к пляжу Малой Бухты. 3000 участников грандиозного действия по замыслу организаторов с зажженными факелами и свечами выстроятся на верхней набережной. Выставка военной и боевой техники у стела города воинской славы, солдатский привал на аллее Протапова, уличные и театральные постановки, программа праздника продумана до деталей. Главное теперь подготовить городскую инфраструктуру. И речь, конечно, в первую очередь идет о памятных местах и благоустройстве Анапы. Управление жилищно-коммунального хозяйства координирует работы по озеленению города, созданию новых архитектурных форм, в том числе военной тематики, реконструкцию мемориалов и благоустройство центральных улиц. По всему городу у нас будут установлены декоративные конструкции с тематикой, посвященной 70-летию Великой Победы. Сейчас, в настоящее время, готовится аукцион. До конца апреля мы получим конструкции и до 5 мая все это установлено в городе. Также будут все кладбища, особенно старое кладбище, вычищены, приведены в идеальный порядок. Все кладбища в сельских округах тоже будут почищены. Все памятники, которые находятся на территории сельских округов, будут тоже приведены в порядок. И, конечно, к этому времени, к 9 мая, у нас уже завершится большая часть благоустройства, которые мы планируем к открытию сезона. Особая задача у социальных служб города-курорта. Участники войны, а их, к сожалению, рядом с нами с каждым годом все меньше, должны быть окружены заботой и вниманием. Социальные акции, организация встреч со школьниками и молодежью, чествование ветеранов и оказание всесторонней помощи – это огромная работа, которая не завершится 9 мая. И в продолжение темы. Анапа присоединилась к уникальной всероссийской акции. Студенты-волонтеры города-курорта встречаются с ветеранами и записывают их воспоминания. О войне и победе, обожившей в рассказах очевидцев истории, в нашем следующем сюжете. Великой Отечественной войны Встреча с ветеранами, их воспоминания и рассказы дают больше, чем учебник по истории. Собранный в виде архив – живые воспоминания ветеранов. Как чувствовали и жили, как боролись, воевали и выживали, и как дожидались победы. Когда уже сказали, что Советский Союз поддержал победу над Германией, иногда, когда ветеран рассказывает, как они услышали это, то прям по телу пробегает небольшая дрожь, обхватывает патриотизм. Ну вот, ребята даже, можно сказать, бегут на эти встречи с ветеранами, сами договариваются, снимают на обычные камеры, на обычные телефоны. Вот, ну, тем самым работает сам проект. Участники проекта снимают на видео интервью с ветеранами. Архив видеовоспоминаний о войне – уникальный источник для всех последующих поколений. В нашем городе проживает более 200 ветеранов. Участники программы записывают встречи с каждым. Записи волонтеры отправляют на федеральный сайт, где собираются все видеоархивы. В Анапе создают доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из нововведений – специальная тактильная плитка, которая должна облегчить передвижение слабовидящих и незрячих людей. Ее укладывают на улице Крымская. Следующий этап – адаптация остановочных комплексов. Подробнее в нашем сюжете. Желтые плиты с узорами теперь будут под ногами анапчан. Многие не задумываются, зачем они нужны. Для тех, кто воспринимает наш мир только на ощупь, это очень важная вещь. Тактильная плитка указывает направление, предупреждает об опасности и позволяет людям со слабым зрением передвигаться без сопровождения. Отличается от обычной тротуарной плитки по цвету, рельефу и структуре. Обладает противоскользящими свойствами. Выкладывается по улице Крымская, оборудуются пешеходные переходы и оборудуются остановочные павильоны. Для того, чтобы люди, кто слабовидящие, могли свободно ориентироваться в нашем городе, чтобы облегчать им передвижение. Работы выполняются по программе «Доступная среда», участником которой наш город стал наряду с другими муниципалитетами края. Финансирование консолидировано из федерального, краевого и местного бюджетов. Подрядчик компания «Конвентстройств Вери» проводит работы по укладке такой плитки уже 10 лет и реализовала целый ряд объектов по всей России. Список мест, где нужна тактильная плитка, составлялся с учетом пожеланий общественной организации инвалидов по зрению. В первую очередь по маршрутам передвижения незрячих. Планируется оборудовать 48 пешеходных переходов и 10 остановок общественного транспорта. Уже частично адаптированы и будут дальше продолжаться адаптироваться в остановочные павильоны для инвалидов по слуху. Уже есть светофоры. 6 километров плитки выложат в обе стороны улицы Крымской. Если не помешает погода, все работы должны завершиться к началу февраля. Некапитальное строение в Анапе демонтируют. Речь о торговых и экскурсионных объектах, документы на которые не оформлены по закону. Провести ревизию в курортной Анапе потребовал глава города Сергей Сергеев. Специалисты управления муниципального контроля проверяют у предпринимателей договора аренда на земельные участки. Если срок аренды закончился, собственники должны убрать торговые точки. Специалисты управления муниципального контроля пока предупредили владельца торгового павильона. За пользование землей без оформленного договора аренды предусмотрена административная ответственность. Павильон, установленный на углу улиц Черноморской проспекта революции, как раз такой случай. Специалистами управления муниципального контроля в ходе мониторинга выявлены торговые палатки с истекшими сроками аренды земельных участков. Собственниками демонтированы павильоны собственными силами. Предприниматели должны убирать павильоны с муниципальной земли, если срок аренды заканчивается. На углу улиц Черноморской Пушкина срок аренды на землю под киоском истек. Владелец не продлил договор и самостоятельно снял и вывез свою торговую точку. Особое внимание специалисты муниципального контроля обращают на киоски, палатки, ларьки, установленные на газонах и тротуарах, местах не предназначенных для этих целей. В Анапе продолжат проверки по срокам аренды земли под некапитальными объектами. В случае нарушения торговые объекты демонтируют и вывезут на специальную площадку для хранения. И к другим темам. 19 января православная церковь отмечает один из 12 христианских праздников – Крещение Господне. Ежегодно в Крещении и накануне праздника в православных церквях освящают воду. Считается, что освящается вода во всех водоемах. Окунуться в море в Крещении решили сотни анапчанных гостей курорта. Сама идея – очиститься в крещенской святой воде – дань традиции христианства. Люди в возрасте окунаются по правилам, трижды перекрестившись. Для молодежи купание в Крещенскую ночь – скорее развлечение. Хотя тоже с идеей верят – болеть после такого купания не будут. Заплывают целыми семьями. Сначала холодное, холодное, а потом становится жарко. Все беды, чтобы окунулись в воду и чтобы все было хорошо. В том, что все будет хорошо после купания на Крещении, уверены гости из Казани. По их меркам температура воды и воздуха на уровне плюс 5 градусов – не так уж и холодно. У нас в проруби купаются обычно, а вот здесь уже более теплые условия. Все семьи сегодня пришли. У нас маленький ребенок, тоже у нас 6 лет, сыну тоже мы планируем сегодня первый раз его попробовать искупать в святой воде. Гости из Молдавии при нашем плюсе дважды заходят в море. Василий купается каждый год на Крещение. У нас тоже минусовая, там снег, а здесь вроде бы потеплее погода. Группа поддержки Василия, друзья, кутаются в полотенца и пледы. В этом году первое боевое Крещение. В Крещение в холодную воду. За здоровьем. Мы решились купаться с кумой. Вот хорошо, вообще ощущение очень. Живу в Анапе 10 лет, но первый раз сегодня решилась прийти и скупаться в море. Потому что все люди верующие говорят, что сегодня ночью везде вода освещенная. В своеобразной экзотике купанию добавляют лебеди, приученные к вниманию людей, даже не разлетаются, купаются здесь же. И температуру зимнего моря переносят значительно спокойней. Неподготовленных ныряльщиков выдает кожа, краснеет мгновенно. Отличная вообще, теплая, очень теплая. На самом деле я даже не ожидал, что она настолько теплая будет в это время суток. Вроде и зима, да, но она теплая, водичка классная, бом, вот так вот. Сначала холодно, потом нормально. Не надо ничем укрываться и закрываться, вполне тепло. На пляже много наблюдателей, родственников ожидают с теплым пледом и горячим чаем. Работает торговая палатка, подкрепиться можно на выходе с пляжа. Отметить свой же день рождения ночным купанием на Крещение решил гость из Луганска. Нырнул, понравилось и греться. А новчанка Альбина Бурлуцкая из категории закаленных купальщиков в море выходит, будто и не чувствуется обжигающего холода. Последний год не ходила, а потом все время ходила. И купала. 27 ноября последний раз окунулась. И через обряд, спустя пару минут. Та же героиня только после купания. Неописуемо, очень хорошо. Просто даже не холодно. Вот можно было бы еще и плавать и плавать. В Анапе в Крещенскую ночь было организовано три места для купания. На всех установили дополнительно оборудование, дежурили спасатели, бригады медицинской помощи. Крещенское купание прошло без происшествий. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды, платья вечерние и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. КОНЕЦ